Саманта Фокс Британская певица и модель Известная своими хитами в стиле диско И смелыми, откровенными образами Она начала карьеру в 70-х годах И быстро завоевала популярность Благодаря своему уникальному голосу И провокационному стилю Саманта Фокс оказала значительное влияние На музыкальную индустрию И стала символом эпохи диско Ее песни до сих пор звучат на радиостанциях И в плейлистах любителей ретро-музыки В своих выступлениях Саманта Всегда отличалась смелостью и экспрессией Она использовала яркий макияж Смелые наряды и зажигательные танцы Чтобы привлечь внимание публики Ее концерты всегда были запоминающимися событиями Сегодня Саманта Фокс продолжает выступать И записывать новые песни Она остается верной своему стилю И продолжает радовать поклонников своим творчеством Хотя безусловно у певицы уже давно нет той популярности Которая у нее была в 80-х Но тем не менее многие поклонники Особенно мужского пола Помнят ее из тех самых 80-х Жгучая девушка с шикарным бюстом Была одной из секс-симуэлов 80-х У многих мужчин и подростков Дома и в гаражах были плакаты с ее жгучими фото В этом видео я расскажу Как сейчас живет Саманта Фокс Как выглядит и чем занимается Не переключайтесь В начале 1983-го Когда Саманте было 16 лет Мать девушки отправила ряд фото Наследницы в газету под названием «Люди» Которая проводила конкурс начинающих моделей Жюри оценила снимки юной Фокс И блондинка получила приглашение на пробы Для британской The Sun Это оказалось довольно откровенное мероприятие Фокс позировала топлес Родители не выступали против такого формата Да и в то время по закону в британских СМИ Можно было размещать пикантные фото Модели от 16 лет Позднее Саманта призналась Что осталась благодарна судьбе за такой шанс Ведь в районе, где она росла Вырваться из бедности казалось просто нереальным До карьеры модели британка мечтала стать полицейским Но рост Фокс 155 см Не отвечает требованиям отбора от 163 см И если высоким ростом девушка похвастаться не могла То пышный бюст красавицы стал предметом повышенного внимания публики Став постоянной моделью третьей страницы The Sun Саманта решила застраховать грудь на 250 тысяч фунтов стерлингов В ряде источников сообщалось Что позднее сумма увеличилась до 1 миллиона Помимо этого издание Фокс вскоре начало позировать Для ряда мужских журналов публику привлекала Впечатляющая натуральность форм девушки Позднее в интервью уже зрелая артистка подчеркивала Что думать о пластических операциях нельзя до 40 лет Сама она впервые решилась на подобные вмешательства уже после 50 Сделав подтяжку шеи В 1986 британка прекратилась сниматься в газете Но спустя десятилетия вновь появилась на страницах издания К радости подписчиков фото публиковались в виде плакатов Которыми поклонники звезды украшали свои комнаты Тогда же знаменитость снялась для плейбоя Это оказались финальные снимки Фокс в формате Нью В начале 90-х разгорелся большой скандал Между уже получившей популярность Самантой и ее отцом Который выступал менеджером дочери Британка заподозрила родителя в краже 1 миллиона фунтов стерлингов с собственных счетов В 1995 артистке удалось отсудить у мужчины 363 тысячи Патрика, ее отца, не стало в 2000 году И до самой смерти он не общался с наследницей Фотографии Саманты принесли ей узнаваемость во всем мире На артистку обратили внимание режиссеры Фокс появилась на экране в 90-м В американском ситкоме «Чарльз в ответе» В роли Саманты Стилл, вымышленной рок-звезды Большую популярность модель получила и в Индии В 1995 году Фокс исполнила первую роль в болливудском фильме «Танцор рока» Там ей достался только эпизодический персонаж Но именно он и положил начало фильмографии знаменитости Затем Саманта предстала еще в нескольких картинах В том числе это было по-настоящему Режиссера и сценариста Стива Варнома и матч Майкла Дэвиса Далее кинобиография Фокс пополнилась картиной «Семь дел» и комедийным фильмов ужасов Акулии Торнадо 5 «Глобальное роение» Саманта с юных лет интересовалась музыкой В 14 лет Фокс стала вокалисткой созданной ею группы И через год представила дебютную пластинку от лейбла Lamborghini Records В 1983 в составе коллектива SFX артистка исполнила песню «Зажигаю» со своим радио Позднее, уже сделав модельную карьеру, британка всерьез занялась вокалом Первый сингл – «Тач ми» «Коснись меня» В 1986-м стремительно взлетел на верхушку рейтингов в Англии и США Песня стала заглавной в одноименном альбоме За которым последовали еще две пластинки Гастрольный тур поп-звезды не ограничился англоязычными странами Концерты юной певицы с успехом прошли в Восточной Европе В 1991 году в дискографии Фокс появился новый альбом «Всего одна ночь» В котором ранние композиции обработали в стиле поп-рока Типичным примером творчества того времени стали хиты «Ничто меня теперь не остановит, и я только хочу быть с тобой» В середине 90-х Саманта и группа Socks участвовали в отборочном конкурсе Песня «Дерзай сердцем» заняла только четвертое место в зрительском голосовании В 2005-м при участии шведского артиста Гюнтера Фокс записала песню «Touch me», а затем пара сняла на нее клип А позднее эта же композиция вышла в более современной обработке Такой ее сделал диджей-аллигатор Не меньшую популярность получила и яркая композиция Фокс «Boys», взлетевшая на лидирующие строки британских музыкальных чартов Много лет имя Фокс обсуждали в контексте конфликта между ней и итальянской певицей Сабриной Обе были секс-иконами, и у каждой В своей стране имелась огромная аудитория поклонников Слухи о вражде двух артисток появилось случайно Но пользуясь случаем, обе поддержали сплетни Чтобы создать еще больше шумихи вокруг собственных персон На самом деле, никакого конфликта между певицами не было Позднее познакомившись лично, с женщиной разговаривались И поняли, что не имеют друг к другу никаких претензий Так они стали дружить, но для прессы оставались заклятыми врагами Поэтому для всех стало большим шоком Когда в 2010 году артистки решили записать кавер на песню «Калме» группы «Блонди» Саманта проставилась как певица не только в Великобритании Но и в европейских странах, но и в России, и в странах СНГ В 2012-м публика встретила артистку на славянском базаре В конце 2017-го поп-звезда отправилась на гастроли по России В рамках международного фестиваля «Авторадио дискотека 80-х» Концерты Москве и Санкт-Петербурге собрали полные залы А за год до этого она появилась и на фестивале легенды «Ретро-ФМ» Который проходил в культурной столице России В 2018-м году Саманта представила публике новый сингл «Хотбой» На который вскоре сняли видеоклип В августе 2023-го года Фокс отправилась на гастроли по штатам вместе с «Бэтбойс Блю» и «Бонни Эм» Концерты прошли в Бостоне, Лос-Анджелесе, Чикаго, Нью-Йорке и Сан-Хосе Бессексуальность Саманты сделала ее личную жизнь сложной и запутанной В 20 лет она считала, что проживет всю жизнь с австралийцем Питером Форстером Пара дважды в 87-м и 94-м годах собиралась обвенчаться, но отношения распались Причиной разрыва стала трагедия Питер и Саманта потеряли приемного сына Саймона По медицинским причинам певица была бесплодна, который отравился алкоголем, перепутав бутылки Затем в прессе стал обсуждаться роман знаменитости с вокалистом группы «Киз» Полом Стэнли По словам певицы, они познакомились в Нью-Йорке во время ее тура по Америке Поскольку оба регулярно гастролировали, видеться им удавалось нечасто Из-за этого отношения пары закончились Сначала встречи стали проходить реже, а затем и вовсе прекратились В 1999 году Фокс была членом жюри конкурса «Красоты среди лесбиянок» И, по слухам, состояла в близких отношениях с менеджером, австралийкой Крис Боначчи Но подлинной любовью певицы стала Мира Стрэттон, в гражданском союзе, с которой Саманта прожила 16 лет В этом же году Фокс открыто заявила о своей ориентации, больше не скрывая, что женщине нравятся точно так же, как и мужчины В 2009 году женщины даже обручились и планировали узаконить брак, но так и не сделали это А летом 2015 года Стрэттон ушла из жизни после двух лет борьбы с онкологическим заболеванием Сэм лишилась самого близкого человека в жизни Мира была лучшей подругой и личным менеджером артистки Дра в сердце певицы понемногу затянулась И уже через год в газетах появились сообщения о том, что она вновь влюбилась в женщину Весной 2020 года Фокс объявила о помолвке со своей давней подругой Линдой Олсен Олсен неизвестна в широких кругах, она норвежка по происхождению, от предыдущих отношений воспитывает двоих детей Свадьба, отложенная из-за пандемии коронавируса, состоялась 18 июня 2022 года на церемонии, посвященной Евровидению Торжество прошло в отеле King Swag Эппинг Форестер в городстве Эссекс Саманта относится как к детям, к двум сынам я, своей подруге Линды Олсен Всю жизнь Саманта Фокс проживает в Лондоне, район только сменила на более престижный Потому что родилась и выросла она в захудалом пригороде, ее отец был простым плотником Сейчас Фокс не слишком активна как певица, но периодически появляется на концертах, посвященных хитам 80-х и 90-х годов Однако это не значит, что артистка ушла в тень В настоящее время знаменитость продолжает регулярно пополнять свои социальные сети новыми фотографиями Рассказывать о жизни и делать подборки старых видео Гастролирует с концертами в разных точках мира и участвует в ретро-концертах Что является по сути ее основным видом деятельности Ретро-концерты, но конечно же не основным В 2023 году прошел по всей Европе юбилейный гастрольный тур, 40 лет на сцене У Саманты Фокс после 50 не получилось сохранить такого глянцевого вида лица и фигуры Как у еще одного секс-симула 80-х Сабрины Солерна, с которой они вместе выступали Но у нее нет ни мужа-миллионера, ни возможности вкладывать огромные деньги в свою внешность Саманта зарабатывает сама, как может Вплоть до продажи через интернет своих вещей, компакт дисков, виниловых пластинок и фотографий с личными автографами К слову, настоящих хитов у Саманты Фокс побольше, чем у той же Сабрины Но тоже немного, штук 5-6, не больше Но народной любви целое море Вплоть до 2008 года Саманта считалась самой красивой женщиной в Великобритании По ежегодному опросу Daily Star И лишь в 42-летнем возрасте уступила это звание более молодым Из последних новостей из личной жизни Саманты Саманта Фокс предстала перед судом Признав себя виновным после пьяной выходки на борту лайнера 58-летняя женщина применила насилие по отношению к норвежке Линде Олсен А после угрожала полицейскому выбить зубы Инцидент произошел 3 декабря 2023 года На борту самолета British Airways Во время рейса из Хитроу в Мюнхен Во время полета у клиентки бизнес-класса Саманты Фокс Находящейся в алкогольном опьянении Возник спор с норвежкой Линдой Олсен После того, как Саманта Фокс со всей силой Стала раскачиваться на сидении Взад и вперед, ударяя головой место перед собой Было принято решение развернуть лайнер обратно К тому же один из обвинителей Джулиана Белинфанте отметила Что бывшая модель спорила и грубила персоналу у выхода на посадку, а также странно ходила и вела себя невнятно говорила и сотрудники чувствовали запах алкоголя от нее По прилету сама участница дебоша стала оказывать сопротивление правоохранительным органам, которые выводили ее из самолета Саманта стала угрожать полицейскому Я знаю, где ты живешь Я выбью тебе зубы Обратилась она к офицеру Более того, бывшая модель несколько раз оскорбила мужчину и даже пнула его ногой Полицейский охарактеризовал участницу дебоша как грубую и склонную к спорам А также отметил, что ему пришлось выслушивать оскорбления и угрозы более двух часов Адвокат Саманты Фокс объяснил поведение женщины тем что на тот момент она страдала от сильной тревоги Перед полетом бывшая модель купила два алкогольных напитка в аэропорту, чтобы немного успокоиться После скандального инцидента Саманта Фокс была арестована Женщину освободили лишь в марте под залог А остальные пассажиры самолета провели ночь в отеле ожидая следующего рейса 42 пассажира потребовали компенсацию Компания British Airways заявила о потере 1718 фунтов стерлингов в результате дебоша на борту Сама Саманта Фокс призналась, что глубоко сожалеет о своих действиях